Уважаемые коллеги, итак мое выступление посвящено плану строительства мобильной дороги с южной астроны, южная подгорода Королев через территорию нацпарка Лосиный остров. Что она не хочет? Так, ну все, заработало. Два слова о том, что есть национальный парк Лосиный остров. Это один из двух старейших нацпарков России. Это один из четырех наименьших по площади нацпарков Российской Федерации. Это важнейший элемент экологического каркаса, столичного мегаполиса. Это самый большой в мире национальный парк в границе городской агломерации, причем крупнейшей в России. Это ООПТ, подвергающийся мощному антропогенному воздействию, как иначе, если она в границе крупнейшей городской агломерации. Это воздействие, в частности, включает и фрагментацию линейными сооружениями, там и МКАД, и целый ряд других. И, конечно, массовую рекреацию. И ко всем этим проблемам прибавляется идея, связанная с прокладкой в северной части дороги. Вся эта история, она... ...весьма значительный резонанс. Да разрешите ли как. Весьма значительный резонанс. Началась именно в силу реакции природоохранной общественности. Она началась с того, что на сайте администрации города Королева была вывешена информация, что планируются общественные обсуждения в рамках опроса по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту со страшным скучным названием. Реконструкция автомобильной дороги от трассы М-8 Холмогоры по водопроводной аллее до улицы Калининградская, в городских кругах Матищий Королев. И вот как-то за этим названием несколько теряется суть проблемы, что прорубают дорогу через национальный парк. Надо заметить, что в рамках подготовленных авоз, которые вынесены были администрациями общественных обсуждений, речь шла о различных возможных вариантах трассы современной двухполосной автомобильной дороги через Терринацпарк в его северной части. И общая оценка, которая была сделана разработчиками авоз, что эта деятельность допустима, она малозначима и так далее. Вот надо понимать, что в Российской Федерации вот просто так взять и строить дорогу через национальный парк не позволяет законодательству. И разработчики авоз это тоже прекрасно знают. Поэтому они поднимают на щит норму закона, которая делает исключение из этого правила. Северный закон об особо охранительных территориях, который определяет в случае, когда может быть автомобильная дорога, какая-то линейная коммуникация размещена на территории Матспарка. И один из случаев, если она необходима для обеспечения функционирования населенных пунктов, расположенных на территории национального парка. Вот на этот пункт опираются разработчики администрации Королева. Это очень логично. Но эта логика немножко является иллюстрацией к знаменитой ленинской фразе, что формально правильно, а по сути издевательно. Вот перед этой схемой можно провести викторину «Найдите населенный пункт, город Королев на территории национального парка Васильевоста». Дело в том, что понятно, что территория Матспарка есть и другие населенные пункты, город Москва. Здесь идет речь именно о том, что на территории Матспарка находится город Королев. И, казалось бы, что тут думать, что вот он город Королев. Они, наверное, в северной части, вот она вся, видимо, застройка Королева, а он нет. Это Королев не находится в границе населенного пункта, национального парка. Это все, а вот Королев, который... Я хочу попасть туда, попасть. А вот город Королев в правом нижнем углу в составе национального парка. Вот такой маленький кластер, это тоже город Королев. Это, так называемый, один из микрорайонов города Королева, который является, видимо, кластером по отношению города. И вот на основании этого разработчики выступают, что город Королев находится на территории парка. Я сейчас не буду особо комментировать, хотя в нашем заключении мы это комментируем. Вообще вопрос, насколько правомочно, точнее, насколько неправомочно было включение в последние годы этого кластера, который раньше был посыл в центральной, потом микрорайон торгового предприятия, теперь его включили непосредственно как часть города Королева. Насколько это было законно? Мы считаем, что это было незаконно, но формально администра разработчики имели право опираться на генплат. Но если мы смотрим на эту карту, мы видим, что все варианты строительства трассы в автомобильной дороге, цель которого решить проблему с транспортным потоком при въезде в Королев, никак не затрагивают эту часть. То есть тот маленький микрорайончик, который находится на территории нацпарка, на него никак результаты строительства дороги расстреляться не будут. Это все делано в интересах того основной части города Королева, который не находится на территории национального парка. Очень характерно название этого проекта, которому сделал материал ОВОЗ, реконструкция, потому что эти материалы представляют фактическое строительство именно новой дороги, а вовсе и реконструкции имеющей. Часть трассы должна пройти там, где никакой дороги не было, где есть только тропинки и местами следы проезда техники. То есть это строительство, а не реконструкция. Кстати, в самих материалах ОВОЗ разработчики периодически называют в будущую деятельность строительства, что, по крайней мере, верно, честно и правильно. Материалы ОВОЗ были разработаны вне экологии. Это старейший институт страны, занимающийся вопросами охраны окружающей среды и заповедного дела. Во всяком случае, именно так написано у них на официальном сайте. Была создана команда разработчиков этого ОВОЗа, 5 человек, там даже 2 целых кандидата биологических наук. Сделан был обширный материал, это несколько соцстраниц, плюс приложение, то есть все крайне серьезно, крайне солидно. Не покидает ощущение, что, по крайней мере, разработчики, не могу сказать, а заказчиков, были уверены, что этот документ никто не будет читать. Во всяком случае, они первые подали пример, так как они не провели даже вычиски сделанного текста. А напрасно, потому что это сделали другие люди, это сделал актив нашей общественной организации, экспертный совет по заповедному делу. По итогам был подготовлен и опубличен материал и заключение. Сам текст заключения он на 11 страницах, и всем членам научно-экспертного совета он разослал, и все могли при желании с ним более детально ознакомиться. Я сейчас не буду зачитывать все 11 страниц, но хочу вычеркнуть некоторые важные позиции. Во-первых, представленный материал ОВОЗ подготовлен на удручающе, низком уровне. Несколько ярких примеров. Например, в самом начале говорится, что настоящая работа выполнена в законодательных и иных нормативных правовых актов. В этом перечне отсутствует федеральный закон об особо охране и продакте территории. Зачем он нужен, когда речь идет о национальном парке? Зато указано, что федеральный закон об охране озера Байкала они использовали, про разработку. И мне вполне понятно, как они его использовали, потому что это другого вы просто объяснить нельзя. Это берется, кусок выдирается из одного текста, вставляется в другой, и таким образом несколько соцстороний быстро делает. Значит, делать будет лучше. На тему схемы Байкала перекликается запись в тексте, которая касается посредственно рубки локальных участков леса, и должны пострадать животные гендрофилы, в том числе белки и брундуки. Вот откуда брундуки? Брундуки откуда-то? Где, откуда озеро Байкал? Это какой-то дербанец со старой отчет. По Восточной Сибири пригодились и брундуки. Или вот ценная там вещь указана, что на одном из последующих этапов проектирования дороги будет учтено, и делается большой перечень, что будет учтено. Предлагается максимально увеличить протезонный захват участков крассы дороги, путем установки ограждений. Все верно, все правильно. Дальше читаем, что предлагается, что будет учтено. Это материалов лесоустройства и материалов ландшафтно-экологического и геоботанического обследования территории с учетом группы леса, установленной лесной подписью. Я, честно говоря, эту фразу, когда увидел первый раз, прочел ее несколько раз, не мог войти в пудель. А дело в том, что здесь кусок фразы потерян при переносе другого текста. Здесь указано, какие манипуляции собираются делать с этими материалами. Если устроить, соблюдать рекомендации или что-то еще. Это так, если кто-то просто читает как-нибудь самопридуманно. Но особенно здесь шикарно то, что с учетом группы леса, установленной, обычно говорят, как группа лесов, по установленной лесным кодексом. Дело в том, что институт деления лесов на группы, поисловленной лесным кодексом, упразднят 17 лет назад при вступлении в силу нового лесного кодекса. То есть они здесь еще явно гербанят какой-то старинный документ, но тем не менее все у них получат. Как и у положенного материалов на ВОЗ дается оценка возможным воздействием на популяции редких видов, занесенные в красные книги Москвы и Московской области. Это касается растений, занесенных в эти две красные книги. В качестве примера приводятся три вида растений, по которым дана дальше в материалах на ВОЗ, а не включается определенная аналития. Вот эти примеры выглядят немножко диковато как с юридической, так и с экологической точки зрения. Во-первых, с юридической. Они упоминают растения, занесенные в красные книги Московского, понятно, и красные книги города Москвы. Вот два вида занесены в красные книги города Москвы, два вида по версии разработчиков. Красные книги города Москвы на Московской области не распространяют. Поэтому нарушение из этого, из-за этого красные книги, здесь никого не видно, если есть какой-то ущерб. Второй момент. С экологически точнее. Это популяция редких растений города Москвы, это изолированные от Московской области, от следующей части парка Лосиный остров, популяции. Хоть и вытучи на территории областной части Лосиостров все ламбусы, от этого популяция города Москвы никак не затрудняются. Следующий момент. Сделают это все. Они отмечают, что говорили, что красные книги города Москвы и один из них в ламбусе с обыкновением. То есть люди при подготовке такого ответственного документа. Они даже не потрудились заглянуть в красную книгу Москвы. Красная книга Москвы где есть предатель, что они традиции Москвы образца 2022 года. То есть они туда не заглядывали и на память вспоминают, что ламбус якобы занесен в красную книгу и ничего не стесняются об этом писать. Кстати, сама по себе постановка вопроса, что с экологическим зрением уместно или нет, что раз парк находится на территории двух регионов, что уничтожение краснокнижных видов на одной части влияет на популяции краснокнижных в другом. Конечно, уместно. Только нужно соответствовать биологические объекты в качестве анализирования. В первую очередь, популяции птиц, донесенных в красную книгу города Москвы. Это единая популяция. Ей это фрагментация до лампочки. Тетеревятник, перепелятник, несколько видов сов. Конечно, было бы уместно проанализировать, насколько влияет на эту популяцию строительство. Но здесь разработчики с этим не справились, ограничились раскатом про лампу. Некоторые вещи в этом документе просто не то, что могут повернуть критике, они ограничены с фантасмагорией. Например, говорится, что наибольший ущерб при северном стране вполне правильно может быть в земноводном и безпозвоночном на слабые виграционные способности и живучих колоний не неси. И в этом, в связи с этим, в проекте особое внимание уделяется мероприятиям, направленных, в частности, на, читаем, организацию отвлекающих подкормочных площадок, кормовых полей, солонцов для отвлечения охот промысловых животных от зоны строительства. Здесь даже я тоже ее вычитал несколько раз, всем понятно, охот промысловые имеются земноводные и беспозвоночные животные, которые будут спасать. И с помощью солонцов будут отвлекать охот промысловых животных, чтобы они не съели беспозвоночных и земноводных. То есть, это явно тоже из какого-то куска текста, неотносящего к делу, вытащен момент, и люди не вычитывают, и особо не понимают, о чем они пишут. Лосиный остров, он лосиный, поэтому без оценки ситуации с популяцией копытных было бы неуместно сделать такой документ. И авторы работают в этом направлении, при этом в Москве трудятся выдающиеся, ныне здравствующие специалисты в области экологии копытных. Конечно, институт никого из них не подумал призывать для работы от этих документов. Справились сами. и некоторые выводы по копытных просто должны войти в анал отечественной тереологии и территориальной охраны природы, а то ими работают. Что, да, не подчеркиваю, что негативные последствия будут выражаться в нарушении сезонных и суточных перемещений копытных животных. Конечно, если кусочек территории фрагментируется и непределимые преградствовать, но не все так плохо они будут. В то же время фактор изоляции животных путем создания непределимой преграды в виде автодороги в заповедной особо охраняемой зоне нацпарка при условии строгого соблюдения режима и посещения людьми может оказать и положительное воздействие на рост их популяции. Нет, это они на полном серьезе пишут про малюсенький национальный парк. Общеплощадь, порядка 12 тысяч гектаров, от которого хотят отрезать еще один кусочек. И при этом после этого начнется бурный положительный рост популяции лосей. Причем здесь за уши притянута заповедная особо охраняемая зона. Она тут при чем? Во-первых, это лишь маленькая небольшая часть территории парка. Во-вторых, лоси ходят по всей территории парка. Когда они заходят в черту города Королева, по всей территории парка какой-то билиберда выдается и выдается это за важные научные документы. Дальше. Должно сказать, что в целом некоторые элементы этого документа в материалах ООС немного напоминают наперстничество. Вот этот же документ, который был вынес администрации Королева на общественное обсуждение в форме опроса. То есть люди должны это прочитать, ну там читать немного, несколько страниц всего лишь, прочитать и ответить на вопросы, дать комментарии, рекомендации и так далее. Мы представляем в Корсусе среднестатистического добропорядочного жителя города Королева, который приходит после работы домой, читает это, не являясь ни биологом, ни экологом, читает несколько сот листов и дальше определяется. Несколько проще допустить, что человек, который решил в силу своей гражданской позиции или еще каких-то интересов принять участие в этом, что он откроет последние страницы, где итоговые выводы, что хотели сказать на нескольких сот листах. Там есть позиция, сам последний раздел, резюме нетехнического характера. И там есть блок оценка воздействия объекта на растительность и животный мир. И там русским по белому написано, что среда обитания животных, пути их миграции, доступ в нерестилище рыб и места произрастания редких видов растений не затрагивают так. Вот, итоговый вывод. Дело даже не в том, что он неправильный, дело даже не в этом. У них целый раздел, здесь 3-5, большой раздел, где говорится о том, что среда обитания затрагивается, каким образом, что пути миграции пересекаются. Но в итоговом выводе содержится такой, человек его посмотрел, ну и смело может участвовать в результате в итоговом опросе. Помимо удручающего в целом отношения к подготовке документа, этот документ еще представлен с нарушением требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, действия утвержденной приказом Минприроды и законодательных Минюстов. Вообще ощущение, что администрация Королева понимает процесс оценки воздействия, сам термин оценка воздействия на окружающую среду как некую фигуру речи. Ну, раз планируется какое-то воздействие, почему бы не оценить? А это не фигура речи, это процессуальная норма. Она предусмотрена в соответствии с 32-й законом федерального об охране окружающей среды. И в рамках реализации этого закона Минприрода России в 20-м году утвердила требования к этим материалам. Так вот, подготовленный материал не соответствует этим требованиям. В частности, не рассмотрены реалистичные альтернативные варианты решения тратных проблем Королева. Не рассмотрены иные, кроме строительства наземной дороги, технологические способы решения, стакады, которые можно минимизировать негативное воздействие. В качестве фона, вот внизу слайда, я показал, как такая стакада новая проходит через территорию африканского лосиного острова нацпарк Найроге, старейший в Кении и пригорода Найроге. Оказывается, бывает, что можно делать так, что среда особо не фрагментируется. Но это к нам, конечно, никак не отлично. Здесь же отсутствует в документе предусмотренное требование надлежащей информации о воздействии на места, конкретные воздействия на места произрастания репетинов растений и животных. Не указаны площадь и характеристика древесной растительности, выдвижащей вырубки. Вы знаете, что невозможно оценивать воздействие на лесные экосистемы. Перечень можно продолжать. Намечаемый хозяйственный деятель может причинить значительный вред природным коксисам объекта национального парка Лосимеоса. Должен сказать, что здесь налицо логика и у разработчиков, в общем, администрации Королева, что если предусмотреть в положении, что можно рубить эту дорогу, то веятельность будет законной и никакого вреда не будет. Это старая, проверенная десятилетиями ущербная логика, которая в свое время была рассмотрена в 12-м году Верховным судом Российской Федерации. И вынесено было соответствующее определение, оно касалось аналогичной ситуации на территории памятника природы, описанных объектом ЮНЕСКО в республике Адыгей, где также хотели строить дорогу и говорили, что если поправить положение, то все будет законно, никакого ущерба не будет. И Верховный суд в своем определении сказал, что строительство, размещение лейных объектов, а также рубка зеленых насаждений на участках производства такого строительства невозможны без причинения ущерба особого охранения проданной территории. Это определение вошло в обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 4 квартал 2011 года. И, то есть, позиция разработчиков и логика разработчиков АВОСа противоречит и правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации по аналогичной проблеме. Ну и, наконец, конечно, намечаемая хозяйственная деятельность противоречит законодательству Российской Федерации. Ее реализация представляется недопустимой. Это касается в частности и федерального закона об особо охраняемых природных территориях. Ну что, да, хорошо, допустим, что действительно на территории национального парка правомочный находится населенный пункт, и для функционирования его нужна дорога. Национальный парк, территория зониру, еще функциональные зоны. И вот эту дорогу собирают тянуть через рекреационную особо охраняемую функциональную зону. А федеральный закон, соответствующие законные акты к нему, не предусматривает возможность строительства подобного на территории рекреационной зоны, если это направлено на обеспечение функционирования населенных пунктов. А для того, чтобы это было как-то легитимизировано, нужно менять положение функциональное зонирование, значит положение ансамерной парки. Действие в положении ансамерной парки также запрещает такое строительство в рекреационной зоне, по-другому быть и не может. И по логике разработчиков, что нет проблем, там мы сейчас говорим, что все нормально, а потом они под это дело возьмут, поменяют положение и все будет вожурить. Такой логик, а почему положение поменять, а почему не закон потом отменить, и вообще не нужно ничего делать. То есть допустимой объявлена в этом обосе деятельность, которая направлена, которая осуществляется с нарушением действующего заказательства об особо охране территории. То есть она относится к лесному кодексу. Не может быть проведена рубка в соответствии с лесным кодексом на особо охране территории, если она не соответствует функциональному режиму соответствующей функциональной зоне. То есть здесь налицо грубые нарушения законодательства, которые ничуть не смутили разработчиков, а тем более администрацию Королева, которая из рук авторитетной организации взяла ЭТОВОЗ, вывесила ее на сайте, провела общественное обсуждение по порядке опроса, трактует их как что большинство участников поддержало, там примерно 12 тысяч человек, около 5 тысяч написали критические замечания, 7 тысяч не написали ничего, и администрация трактует, что вот народ всегда прав. Это выходит сейчас за рамки моего доклада, но просто в порядке реплики. Эксперт по заповедному делу две недели назад направил представление в природоохранную прокуратуру межрайонную Московской области с предложением рассматривать вопрос об признании недействительными этих общественных слушаний, как трактует их администрация Королева, это противоречит тем требованиям о проведении ООЗ, о которых я уже говорил. Но это не относится к содержанию данного документа, который мы сегодня обсуждали. И в связи с этим предлагается следующее принятие в проект решения сегодня, в котором принять сведению озвученный доклад, одобрить заключение Межрегиональной общественной организации Эксперта Совета по заповедному делу по предварительным материалам ООЗ и предложить Президиуму ВООП направить обращение о недопустимости учета вышеупомянутых предварительных материалов ООЗ при планировании и реализации хозяйственной деятельности направить в предвыборный штаб кандидата Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Вот такое предложение мы на этом заканчиваем, а предложение это назад на экране оставим. Спасибо.